Дорогие друзья! Завершается очередной год, и мы не можем не воспользоваться этим случаем, чтобы не порассуждать о том, что происходит вокруг нас. Человечество в том виде, в котором мы его знаем, существует на Земле сравнительно недавно. Всего лишь около 40 тысяч лет. По меркам жизни планеты это несколько минут. Невольно задаешься вопросом о том, год это много или мало. Как и все в нашем мире, продолжительность года понятие относительное. Для кого-то более чем достаточно, чтобы осуществить свою мечту. Для другого? Это время, за которое он сможет сделать лишь полшага к достижению своей цели. Давайте сегодня несколько минут подумаем о том, как в следующем году мы можем сделать себя, а следовательный мир вокруг нас чуточку лучше. Ведь все то, что мы воспринимаем как нибудь ложную истину, на самом деле является лишь отражением нашей внутренней сути и тех установок, которые мы вобрали в себя с момента рождения. Никто не вправе помешать вам изменить свое видение мира. Новый год – чудесное время, когда можно отвлечься от повседневных забот и поразмышлять о вечном. И хотя в этот день принято прежде всего подводить итоги… Давайте попробуем заглянуть в будущее. Пусть вас не тревожит, что грядущий год будет високосным. Любые установки на негатив… Автоматически притягивают нежелательные сценарии развития событий, поэтому лучше подумать о чем-нибудь приятном. Например, о том, какие новые открытия ждут вас в новом году. Ведь стать мастером в деле просмотра будущего совсем несложно. Достаточно присоединиться к курсу дальновидения, который мы запустили в прошлом году. Навык исследования объектов, удаленных от наблюдателя в пространстве и во времени, теперь доступен каждому. А сколько новых нейронных связей появится в мозгу благодаря изучению этого механизма, вдруг они пригодятся и для решения других в столь же нетривиальных задачах. Настолько бы дней не похудел ваш отрывной календарь, главные задачи, которые каждый из нас должен выполнить в своей жизни, остаются прежними. Полностью овладеть эмоциями и осознать себя чем-то большим, чем просто физическое тело. Как здорово получить в подарок на Новый год… Инструменты, с помощью которых можно контролировать процессы в своем организме и при необходимости их корректировать, восполнять дефицит энергии, ставить защиту от негативного воздействия и помогать в этом другим. Это легко можно сделать, став членом клуба Монро, созданного МИС-пробуждения как единственным официальным представителем Американского института Монро в России и на пространстве СНГ. А если вы еще не знакомы с творчеством Роберта Монро, то предстоящие новогодние каникулы – это прекрасная возможность восполнить этот пробел. Тем более, что его знаменитые книги о путешествиях души давно есть в свободном доступе. А летом вместе с нами можно вырваться из душного города на тематический интенсив по программам института Монро. В Новый год можно и нужно помнить о том, что годичный цикл – вовсе не замкнутый круг, а восходящая спираль, по которой мы медленно, но верно, движемся по траектории нашей индивидуальной эволюции, набирая бесценные жемчужины опыта жизни в физических мирах. Да, этот опыт может быть очень разным и совсем не соответствовать нашему пониманию добра и зла. Оказывает существенное влияние на наше текущее состояние и на события, которые происходят вокруг нас. Однако человечество не стоит на месте и придумывает все новые способы того, как с помощью ограниченных условиями трехмерного мира механизмов помочь телу и душе. Регрессология – один из таких современных способов. В этом году выпускниками нашей школы-регрессологов обретения целостности через связь времен стали более 50 человек, а в следующем году вы тоже можете стать опытнее и мудрее. Получив вместе с нашей командой профессию регрессолога – помогать людям слышать свое внутреннее «я», понять подлинное устройство мироздания – вот далеко не полный список причин, почему это нужно сделать. Так почему бы не решиться на это в новом году? Все мы живем в нестекающем потоке информации, пытаясь выловить из него важные и нужные нам элементы. При этом 99% потребляемой нами информации – это, к сожалению, мусор, который нигде и никогда не пригодится. А еще может ухудшить наше эмоциональное и психическое состояние. Так что в новом году можно пересмотреть свои подходы к информационной гигиене. Все проекты Международного исследовательского центра пробуждения направлены на повышение осознанности и пробуждение тех, кто этого хочет и к этому готов. У нас вы можете подчеркнуть из первоисточников те сведения и знания, которые по тем или иным причинам раньше были недоступны. Предлагаем вам вместе с нами погрузиться в исследования истории Вселенной и Земли и человечества в рамках проекта «Книга Титана». Познакомиться с адептами различных эзотерических технологий и практик в авторской программе Владимира Преображенского «Ведаю путь». Узнать о том, что сулят вам звезды – передача «Звездная погода» с Анной Русалкой. Астрология – это не про гороскопы на радио и газетах. Это про серьезное понимание устройства мира. В следующем году вас, разумеется, будут ждать как продолжение полюбившихся проектов, так и совершенно новые идеи. Друзья, совсем скоро куранты пробьют 12. Мы вступаем в новый 2024 год. То, каким он будет, зависит исключительно от нас самих. Мы не можем изменить мир, но можем измениться сами. И мир подтянется. Счастья, благополучия, процветания, крепкого здоровья. Удачи вам и вашим близким. Все загаданное обязательно сбудется. С Новым Годом! С Новым Годом!